Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы изучаем книгу «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 26 главу этой книги. Она рассказывает о приношении Господу первых плодов и о десятине третьего года. Вот эти законы мы сейчас будем рассматривать. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его, имеется в виду храм, потому что храм был посвящен имени Господа. «И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую пред Господом, Богом твоим, что я вошел в эту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Вот некоторые говорят, что как бы специальные заученные молитвы не допускаются, но в Библии очень много таких молитв. Это и «Отче наш», и «Псалтырь», и вот эти слова, также слова, какие говорятся на Пасху, какую молитву священник читает перед сражением. Все это зафиксированные тексты, их надо учитывать. Итак, человек должен сказать, «Сегодня исповедую пред Господом, Богом твоим, что я вошел в эту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Возможно, это будет человек совсем другого поколения, который не входил в землю, а родился в этой земле. Но он должен произносить эти же слова, потому что в астрозаконии, мы это уже проходили, говорится, это вы стояли под горою и слышали слова Божие. Это говорилось о тех, которые родились уже при удалении от Харива. Там могли десятилетние слышать, конечно, слова, которые Господь говорил, но потом за 40 лет у них появилось много детей. То есть каждый человек должен воспринимать, вот, например, крещение Руси. Крещение Руси – это крещение, которое пережили мы. Это событие, важное для меня, для тебя, для каждого христианина. То есть мы должны осуществлять проекцию на себя, вот этих истин. И об этом говорится в Писании, что все, что написано, это в прообразах для нас, достигших последних времен. Так пишет апостол Павел. «Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа, Бога твоего». То есть мирянин приносит священнику, священник ставит пред жертвенником. «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, «Отец мой был странствующий араминянин». То есть человек, который будет жить в Святой Земле, он должен говорить об Аврааме, как о своем отце. «Отец мой был странствующий араминянин». Это он говорит так про Авраама. «И пошел в Египет и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, притесняли нас и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши, угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта. Сам крепостью своей великой, рукою сильной, мышцей простертой, великим ужасом». Ужасом – это от десяти казней. «Знамениями и чудесами привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. От земли, где течет молоко и мед. Напоминаю, молоко – это Слово Божие. В Новом Завете говорится, как новорожденные младенцы возлюбим чистое словесное молоко. А мед – это сладостное истолкование, святоотеческое на Слово Божие. «И поставь это пред Господом Богом Твоим», то есть это приношение, эту корзину. «И поклонись пред Господом Богом Твоим и веселись о всех благах, которые Господь Бог Твой дал Тебе и Дому Твоему, Ты и левит, и пришелец, которые будут у Тебя». То есть, совершив обряд, произнеся известные слова, он должен потом радоваться и веселиться, что было приношение вот этих даров Господу, что есть надежный урожай, который является залогом, что хватит на предстоящее время, до следующего урожая. Далее о десятинах третьего года. Когда ты отделишь все десятины произведений земли Твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах Твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом Твоим, «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедовал мне. Я не приступил к заповеди Твоих и не забыл». Оказывается, то, что мы жертвуем, это святыня. Десятина – это святыня. В Библии Бог говорит, что десятина – это Его средства, они принадлежат Ему. Например, в одном тексте Библии Господь восклицает, «Отдайте мне мои десятины». Ну, понятно, что Богу не нужны никакие деньги. Имеется в виду, что жертвуя священнику, пришельцу, сироте и вдове, мы и исполняем закон о десятине. «Я не ел от нее в печали моей», то есть от этой десятой части, она святыня для других людей, для бомжей, для священников, для пришельцев. «Я не ел от нее в печали моей», то есть когда мне было тяжело, «и не отделял ее в нечистоте». То есть, оказывается, надо быть ритуально чистым, чтобы отделить десятую часть урожая, из которого ты будешь отдавать другим людям. Это не для тебя, это не для твоей семьи. «И не давал из нее для мертвого». То есть было некое приношение для мертвых, но десятины не разрешались в данном случае. «А я повиновался глазу Господа Бога моего и исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты нам дал, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». То есть особая земля. Особая именно в духовном смысле, потому что те, которые были там, понимают, что есть там и засушливые места. Хотя в XX веке, после переселения туда евреев, когда они вернулись, многие засушливые места они сделали плодородными. Они применяли принцип мелиорации. И в Писании есть пророчество о том, что земля будет цветущей зеленью. «В день сей Господь Бог твой завещает тебе исполнять все постановления сии и законы, соблюдать и исполнять их от всего сердца твоего и от всей души твоей». «Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его, и закона Его, и слушать глаза Его». Почему Богу давали что-то из пищи? Могли бы там цветы красивые приносить, фимиам воскурять, но фимиам воскуряли. А почему именно из пищи? Потому что в те времена пища очень тяжело давалась людям. И жертвовать от пищи своей, от стола своего, было достаточно сложно. Это действительно было что-то внушительное и очень важное. «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в честь и славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Вот повторяется несколько раз об особом статусе верующего народа, но условием является соблюдение этим народом заповедей Божьих. И трагедией еврейского народа, они оказались сначала в Вавилонском пленении, потом это Римское пленение, которое продолжается, этот Галут до сих пор, потому что они ослушались Бога, и произошло замещение этого народа христианским народом, как и было предсказано еще Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы земли, не только один еврейский народ, но и все народы земли. Итак, сегодня мы прочитали, просмотрели 26 главу. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 27 главу книги Второзакония.